Это было таким колоссальным открытием и каким-то таким сумасшедшим прогрессом. Каждой семье было бы здорово, наверное, пройти вот такой бустер. Атмосфера в команде целиком поменялась. Продажи после этого поднялись где-то до 30%. На бустер «Величие отношения» я шла с конкретными задачами и целями. У меня было две цели. Ну вот, по-первых, если цели взять, то у меня была такая задача – это переделать, скажем так, свою коллегу. То есть, чтобы она научилась делать правильно свою работу, чтобы она выполняла все четко. И вот у меня такая была цель. Если нет, то даже до того момента, что придется расставаться. И вторая моя цель – это были личные отношения, так как на тот момент у меня начали развиваться не так давно новые отношения. И мне очень хотелось, чтобы они были более качественными и не допускать какие-то ошибки из прошлого. Чтобы это были удачные отношения. «Величие отношений» мне дало понять, что надо начинать с себя. И для меня было большим открытием, что не надо переделывать кого-то, а надо просто немножко поработать с собой. И я была вообще в шоке, на самом деле, что действительно, когда я пересмотрела свои отношения к коллеге, когда я постаралась вникнуть, понять ее, то она совсем по-другому начала себя вести. И когда я не стала замечать ее недоработки, а начала отмечать ее прогресс, она начала великолепно выполнять свою работу, которую я добивалась от нее, как бы, вот, выполнение добивалось на протяжении долгого времени. И это было таким колоссальным открытием и каким-то таким сумасшедшим прогрессом, что действительно очень часто мы от кого-то что-то требуем, а может быть, надо начать с себя. Атмосфера в команде целиком поменялась, мы стали более чуткие друг к другу, отношения у нас стали замечательные, поддерживающие, дружеские. Мы поддерживали друг друга, если что-то у кого-то не получается в рабочем процессе. Мы подсказывали, мы рассматривали, разбирали, находили варианты, да, чтобы каждый выигрывал, да, и чтобы, конечно, мы в целом выигрывали вместе. И наши продажи после этого поднялись где-то до 30%, да, на 30%, скажем так. Вот, то есть у нас действительно пошел рост, у нас пошли продажи больше, и выигрыш мы свой, конечно, вкусили. Так как мои коллеги практически все прошли тоже бустер величия отношений, это сказалось, конечно, в рабочем процессе именно на работе с клиентами, так как мы непосредственно напрямую постоянно работаем с клиентами. Это входить в положение человека, это понимать его, да, то есть быть таким вовлеченным, заинтересованным в человеке. То есть ты можешь предположить, да, даже вычислить, я бы сказала, с какой стороны можно подойти к человеку, да, когда лучше с ним поговорить, что ему важно услышать. И это происходит не потому, что тебе надо именно продать, да, это как бы такие инструменты, да, а это именно искреннее отношение, понимание человека, включенность и излинчная заинтересованность. Вот это вот, и, кстати, когда ты это делаешь искренне, честно, открыто, это дает намного больше плодов, когда человек ищет только материальные выгоды. Так что вот эти понимания, да, чувственность, ощущения, вот это, ну, я говорю, это дает колоссальную силу, да, это открывает колоссальные возможности для работы с клиентами. Вторая моя задача, с которой я пришла на бустер величия отношений, как я уже сказала, это были, была личная жизнь. И, знаете, я честно хочу сказать, что каждой семье было бы здорово, наверное, пройти вот такой бустер. Пусть это будет начало отношений, или это уже какие-то есть проблемы, да, начинаются в семье. И чтобы было понимание, чтобы было видение, чтобы чувствовать другого человека, вот, наверное, вот этот бустер очень-очень здорово помогает. Я говорю, когда ты разговариваешь с человеком на одном языке, понимаешь его, когда ты чувствуешь его, это просто, ну, это колоссально на самом деле. Поэтому я, честно говоря, очень бы рекомендовала людям, у кого есть какие-то сложности, или они хотят построить какие-то идеальные качественные отношения, вот такой бустер пройти. И, кстати, в отношении отцы-дети или родственники-близкие бывает очень часто, именно с семьей тяжело налаживать отношения. И, опять-таки, вот величие отношений очень помогает в этом плане. У меня, кстати, мои коллеги, несколько человек решили свои давние конфликтные, там, проблемные ситуации в семье, которые длились, там, больше 10 лет после именно вот этого бустера. Благополучно, позитивно, теперь гармония, все хорошо. Так что очень рекомендую, на самом деле. Мне посчастливилось работать на бустерах с двумя коучами, это Илона Галлота и Юрия Галлота. Больше я работала с Илоной, я так думаю, если посчитать. Кстати, мне очень нравится такая мягкая, доступная подача. Она настолько располагает к себе, ну, где надо, она может, как говорится, и, да, держать, как говорят, позицию и донести. Я вот удивляюсь, кстати, как может такая хрупкая женщина, да, где-то вот мужчин тоже, да, ставить на место. Но на самом деле это очень важно, потому что в бустерах, когда, если человек идет и тебя гладят по головке, да, и с тобой там, ну, как бы, начинает как в детском саду возиться, ну, это не работает, потому что в детском саду мы были, в школе мы все были уже, да, все это мы проходили. Здесь другая школа жизни, и здесь, если ты пришел изменить себя, да, здесь надо работать, здесь надо работать. Поэтому коучи студии Галлота делают это профессионально, высокопрофессионально. Илон, она более мягкая, но такая, как бы, говорится, все равно четкая, да. Юрий, он, он где надо, может, и, как говорится, адреналин тебе в кровь добавить. Но тем не менее, на самом деле, это очень хорошо откладывается в голове, если человек готов, если человек готов. Поэтому работа на высоте просто, я восторгаюсь и так люблю даже. Редактор субтитров А.Семкин